здравствуйте дмитрий я начну вдалека да вот это мы ранее проходили я думаю но тем не менее я сейчас вам проговорю потому что вот здесь пойду гугли да вот это есть неправильный шаг откроем самое простое откроем документацию jango надо этот раздел и вот этот файл сейчас там у нас одни функции теперь обратите внимание на простую вещь я вам проговорю а вам надо просто это запомнить когда я захожу в документацию первым делом что я делаю что я делаю это моя задача посмотреть параметры параметры поэтому мы говорим считывание по взгляду потому что здесь вполне понятно что первый обязательный позиционный параметр какой вопрос у нас может возникнуть а что является должно быть определено то есть какой аргумент передан при обнаружении параметра класс данном случае данном случае здесь есть вот ответы да класс это потому что эта документация джанга она очень модель менеджер карисет сейчас мы перейдем коду вот здесь вверху видно где искать этот код папка джанга и файл открываем код сегодня очень медленный интернет открываем директорию джанга и находим этот файл то есть как видите это вот такие выводы какие функции какие дополнительные действия это является областью дальнейших наших изучений на самом деле нам второе действие правильно это открыть исходный код мы возьмем функцию get object tor 404 и с этим будет связано следующее домашнее задание вы увидите в себя эти правы пробелы а потом мы будем понимать дальше делать шаги чтобы документация чтобы исходный код нам дал все ответы почему ведь все очень просто документация сама пишется на основе исходного кода никак же по-другому она не пишется правильно вопрос другом когда мы читаем этот исходный код мы не знаем что смотреть на что посмотреть какие выводы делать а вывод здесь должен быть очень простой и независимо от библиотеки библиотеки могут быть разными но как правило выводов которые мы должны сделать будет опять же меньше чем на руках пальцев с чем надо разобраться ответ заключается к чему мы должны прийти в следующем на основе исходного кода и документации где и рождаются знания мы должны принять решение каким образом мы будем писать свой код вот и все я совершенно не против гугла но после документации исходного кода посмотреть что делают другие но принять решение я должен до поэтому если мы будем постоянно допустим проскакивать этот момент не осознавать что документация пишется на основе исходного кода а с исходного кода мы должны вынести прочитав код как нам писать свой код для этого мы должны понимать сам код еще раз повторяю принципов будет меньше чем на пальцем на руках пальцев и так первое правило мы с вами поняли что сначала то что мы смотрим в исходном коде и документации это параметры нам они говорят что должно быть передано здесь мы считываем что здесь есть один позиционный параметр любые позиционные любые именованы далее я просмотрел я понял что вы уяснили вот этот момент но не до конца поняли все равно будем классы изучать станут станут на место это важно сейчас понять но объяснили вы довольно правильно но скажу сразу что это становится на место постепенно теперь я бы хотел сделать такую ремарку и указать на то что вы делаете правильно вы работаете через исключение даже если вы все выбросите но будете нажимать на исключение вы все равно начнете программировать потому что интерпретация исключения есть навык библиотеки будут разные код разный а исключения одни и те же как правило основных исключений не больше десятка которые мы делаем каждый день до в коде видим в основном это связанные с параметрами с передачей до все остальное я все просмотрел добросовестно сделали теперь вот это то что вы сделали я вам рекомендую не только для меня а просто сейчас для себя запомнить запомните простую вещь проверьте через неделю если вы сможете это интерпретировать значит у вас все нормально почему потому что считывание параметров и остается основной и главной задачей сейчас я проговорю тот момент который я хотел бы вы что чтобы вы услышали перед тем как дать домашнее задание обратите внимание если у вас будут прорехи в функциях то обратите внимание на написание класса сам класс пишется как функциональный объект в классе есть методы метод это та же функция только включает ссылку на экземпляр иными словами про орехи в функции проблемы работы создания классов мы экземпляр сейчас не трогаем это другая область атрибуты почему вот это я хочу чтобы вы запомнили то есть вам надо настолько серьезно относиться к параметрам что я здесь рекомендую мы с вами это важно услышать дим мы с вами пойдем дальше но в течение месяца вам не надо заниматься часами но каждый день пятнадцать минут вы идете в учебник с которым мы работали к функциям вы знаете где это да плохо интернет работает поэтому это не от меня зависит я сейчас вынужден пока с мобильным интернетом работать а он от погоды тут зависит так вот открываете функцию и пятна вот независимо от того что мы с вами проходим материал и 15 минут день вы занимаетесь с параметрами чем мощен этот учебник просто вы еще не осознали здесь пишутся варианты да но когда вы начнете расписывать эти варианты а потом обрабатывать да вот эти все вещи они просто прописаны без выводов то вы сделаете массу выводов поэтому по продолжению мы с вами двигаемся дальше а вы в течение месяца а вы в течение месяца полтора сколько посчитаете нужным но не менее тридцати дней каждый день на пятнадцать минут берете один фрагмент кода и пишите и разбираете и расписываете и постоянно контролирует себя что вы параметры понимаете прекрасно понимаете какие аргумент туда передаются иными словами и получаете исключение таким образом доводите работу с функциями до полного автоматизма это можно довести если каждый день по пятнадцать минут в течение месяца полтора там сколько надо работаете если вы остановитесь на этих знаниях вот только выполнение домашнего задания результата не будет нет закрепления нет глубокого понимания и это все однозначно отразится на том моменте когда вы начнете писать классы классы это обычные методы а методы это функции и если у вас будут заминки с параметрами то как мы можем думать о других вещах да просто напросто это не откроется поэтому так получает человек все знания научился откручивать гайки ага откручил уже что-то да и так далее поняли поняли а а вот сейчас я перехожу к домашнему заданию которое для вас будет непонятно здесь вот вот вам файл вот вам функция с которым будем работать почему она выбирается потому что здесь есть фрагменты которые присутствуют в любом коде в любой в любой библиотеке в самом большом количестве мы это разберем позже да это вот эта строка да таким образом в любом языке и везде и так я для вас форме формулирую вопрос вы прочитали параметры вы берете только одну функцию обратите внимание подсказка здесь будет присутствовать вторая функция что дальше что дальше вы будете делать с этим кодом то есть чтобы нам убрать вот эти вот вещи да у вас то предположу то буду делать то есть нет четких знаний это нормально нам надо просто разобраться в коде чтобы разобраться в коде любую область берите параметры чтение кода все будет меньше чем пальцев на руках то есть по принципу для того чтобы писать код нам надо 4 конструкции всего лишь да функция класс метод экземпляр все меньше десяти для того чтобы начать работать с функцией нам надо параметры их всего несколько да для того чтобы и так далее и так далее это мы проходим чтобы было продуктивным продуктивной наша работа мы ставим вопрос мы ставим вопрос сегодня у нас какое число двадцать девятое двадцать девятое ноль седьмое как мы будем писать свой код на основе исходного кода этот вопрос можно перефразировать по одному по второму по третьему он будет сводиться к простой вещи то есть я сейчас это проговорю основная наша задача дальнейшего изучения да это понять как на основе исходного кода написать свой код то есть значит в этом коде присутствует то что явно указывает как нам писать свой код и мы действительно документации убеждаемся что это так и есть то есть есть примеры а почему именно такие примеры значит будут области знаний которые мы сегодня то есть мы с вами не учитываем а надо чтоб учитывали и еще раз говорю дмитрий этих всех областей опять будет меньше десяти почему домашнее задание заключается в следующем вы выбросьте что делает джанго оно здесь ни при чем мы ваша задача сейчас интерпретировать со стороны кода то есть отбрасываем логику что там делает эта функция хотя можете прочитать здесь и так понятно что является профессиональным джанго да видно что извлечь объект либо вернуть исключение простыми словами или вернуть страницу например к примеру если не страницы то вернуть ошибку ну то что мы видим страница перемещена или удалена хотя в джанго это может быть и файл и все что угодно вот вам код не забывайте про параметры начинающего скажите вот вам код что вы о нем можете сказать вот как есть на данный момент так и говорите сейчас многое не получится да это и не важно важно выяснить что у вас в голове а потом потихонечку помаленечку мы настроим ваши мозги на изучение конкретных законов программирования и будем учитывать так как здесь в самом коде мы видим и то что будет относиться к классам хоть это функции это атрибуты да но он работает в функциях и исключение и все поэтому есть отправная точка что нам надо научиться читать код для того чтобы писать свой код это единственное знание рождается на стыке исходного кода и документации то есть нам надо понять на выходе почему пишется именно так на основе этой исходного кода рассмотрите эту функцию вот как можете как вам кажется можете проявить творчество что хотите то есть самое главное я вас жду опишите что происходит в этой функции чтобы влиял на результат что чтобы вы могли сопоставить да знания то есть то что вы вот думаете и это соотносилось с тем что вот так вот именно пишется в данном случае этот код и тут еще куча вариантов то есть считаете что сначала надо прочитать то каким образом откуда читать считаете разобраться то что происходит следующее שלедующее считаете что функция должна быть построена таким образом вот как она сейчас построена да каким образом она построена то есть в данном случае fruitful Y запомним. Но нам надо начальная точка. Поэтому как выполнить и не требуйте от себя сверх того. Будет все нормально. Нам надо отправная точка. Но результат которого мы стремимся, он будет один и тот же почти всегда. При работе с документацией исходным кодом. Это умение понять, как нам писать свой код. И понятно, изучая этот код, мы будем разбираться в коде прекрасно. Пока все.